Ребят, всем привет, кто смотрит это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, репост в соцсети. Как можно больше пишите комментарии, потому что такого хамского отношения со стороны банка я еще не видел. Это просто центр города, Невский проспект. И такое хамское отношение. Вот честно, реально. Такое вот, мне было обидно, что я являюсь клиентом данного банка. Малыш, спасибо. Вам реально делать нечего? А вам нечего делать, научениями заниматься? Я свою минуту делаю, давайте на выходы все. А? До выхода я все договорю. А если не выйду? Заставим. Да? Да. Вот ты душительный. Так что, будет письменный отказ-то? Или клиент для вас говно? А? Женщина. Клиент для вас говно или как? Я вообще с другого отдела. Вот, пожалуйста. Опер за руку. Так что? Будет письменный отказ или клиент для вас говно? Нет клиента письменного. Ну так давайте письменный отказ. У меня нет полномочий, дайте вам письменный отказ. Что значит нет полномочий? Отказать словесно есть полномочия, а письменный отказ сделать полномочий нет, да? Что-то какие-то двойные стандарты-то идут. Не кажется? Мы же вам показали на основании чеку. Печать, подпись. Там стоит? Я такую сейчас могу на принтере дома 20 штук распечатать. Это документ, правильно? Он имеет написанную. Печать, там роспись есть руководителя. На этой бумажке. Копия верна. Еще мне нужен лично в руке письменный отказ. На каком основании мне отказали? Секундочку, уже прошло. Где руководитель-то банка? Старший кто? А почему она не представляется, раз она старшая? Или клиент все-таки для вас говно здесь? Я говорю, старший в отпуске. А еще старший, кто сейчас здесь? Старший в банке. У него сейчас собрание идет. Сейчас кто здесь старший? Я вам говорю, собрание сейчас идет. То есть вы сейчас без старшего работаете, что ли? А как может вообще в принципе работать организация без старшего? Он присутствует в отделе, но сейчас собрание идет. Но сейчас кто-то уполномочен быть за него, правильно? Что мы тупим-то, я не понимаю. До сих пор еще не проснулись. Ну вот актуаль. Пускай этот человек, который сейчас находится, вместо него здесь, пускай дай мне письменный отказ. С росписью, числом, печатью банка. И ссылается на закон, номер статьи. Или клиент все-таки же говно тут. Я же спросила, ждайте, пожалуйста. Сколько? Да, это не от меня зависит. От кого зависит? От меня, что ли, зависит это? Я же здесь не работаю. Я только клиент. Или все-таки же действительно здесь клиент говно. Ну давайте уже к концу-то концов работать с клиентом. Я общаюсь. С кем вы общаетесь-то? Я виртуально общаюсь. Что значит виртуально общаюсь? Почему вы на меня тон повышаете? Я же вам не храню. Мне нравится вызывать сотрудников полиции. А тон повышаю, потому что отказано в обслуживании. Потому что банк тупит еще. Не умеет работать по закону. Пускай выйдет это лицо. Лицо свое покажет. И разговаривает с клиентом. А не виртуально сидит, общается. Клиент хочет видеть это лицо. А то зашкерилось там сидеть, спряталось. Или спрятался. Вот так, ребят. Зак хотите прийти в банк? Положить денежку к себе на счет, да? Который у вас имеется. А тут вам человек доказывает. В обслуживании. Здравствуйте. 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 Очень приятно. А какая у меня проблема? Проблема в отказе, в обслуживании. Вы знаете, извините меня, конечно. Но вы имеете право снимать? Имею право. Есть разрешение? Разрешение есть. Вам какое нужно? Мы не принимаем согласие. Письменное или устное? Мы не принимаем мелочи иностранного государства. Отказ. Мы не принимаем. Отказ пишем? В письменном виде. Отказ не подготовлен. Что значит, не подготовлен? Значит, я не принимаю этот отказ устный. Ни в коем случае не обращайтесь в этот банк. Не открывайте счета. Потому что у вас будет большая здесь проблема. Со счетами. С обслуживанием. Хамским обслуживанием. Со стороны, соответственно, сотрудников. Которые не ставят клиентов ни во что. И никуда. Потому что клиент для них говно. А не клиент. Поэтому ни в коем случае не обращаемся. А как можно больше пишем жалоб в интернете. В два гис. В Яндекс. О том, что они позорники. И позорить себя на всю страну сейчас. Не скажете, девочка, почему у вас такое хреновое обслуживание? Клиентов. А вы же не по собственной инициативе. Что именно? Не по собственной инициативе. Хамское обслуживание? Со стороны вас? То, что клиент говно здесь? Мне кажется, это с вашей стороны. Все идет. А не с моей. Мне кажется, в Сбербанке и то улучшает качество обслуживания. Чем у вас. Здравствуйте еще раз. Так где письменный отказ? Вы обратили же нам куфту в устной форме. Я в устной форме вам говорю о том. Мы не работаем с ним. Делайте это в своем уме. Письменный отказ. Я вам говорю, что обратитесь нам к письменным заявлениям. А что еще я сделаю? На колени здесь не встать? Не надо передам их совету. Значит, давай не тупи, а письменный отказ давай. Я не туплю, я вам говорю. А что ты сейчас делаешь? Я вам говорю. Ты вообще законы-то знаешь? Обратитесь. Ты законы вообще знаешь? Ты дослужился до руководства, а Мозгов не набрался? Ты как вообще дослужился до руководства-то банка-то, а? Подождите, подождите, подождите. Как ты дослужился до руководства банка? Нажмите, пожалуйста. Если ты не знаешь законы. Нажмите, пожалуйста, в окно. Сейчас я вызову милицию. И? Ну, у нас нет милиции, полиции. Вот, видишь? Так и что она сделает-то? А? Что она сделает? Попросит обслужить меня? Да? Ой, дядя. Ну ты капец вообще. Ой, позорный банк. В интернете будет. А все из-за таких, как ты, появляется. Безграмотных. Курси? Руководство увидит тебя. Какой ты безграмотный. В качестве обслуживания клиентов. И как ты еще досиделся до руководства банка? Это еще стоит вообще поднять вопрос. Хорошо. Давайте мы сейчас... Как ты насособирал эту должность? Давайте мы будем этот вопрос поднимать. Тупость, она и есть тупость. Ты в курсе? Хорошо, хорошо. Так письменный отказ-то будет? Ты же сказал мне вообще, как мы с вами действуем. Я ничего не слышал. Как я слышал? Я же вам объяснил только что пять минут обываю. Ничего не слышал. Сделайте, пожалуйста, письменный запрос. Ничего не слышал. В вывозной форме прочитесь ко мне по поводу... Я уже в банке. Мелочи. Я уже в банке. Я вам ответил, что мы не принимаем. Я уже в банке. Письменный отказ. Номер статьи. По какой причине. Число, роспись. Печать банка. А дальше я уже обращаюсь в определенной станции. На что спорю они мне сейчас приедут и ничего не сделают? Давайте я сейчас объясню ситуацию, а потом... А что ты объяснишь? Что ты отказал в обслуживании клиенту? Я не отказывал в обслуживании. А что ты сейчас делал? На основании чего мы не принимаем мелочи у нас. Это отказ в обслуживании получается. Это отказ в обслуживании дядя, проснись уже. Ты что куришь, что вообще там в своем кабинете? Я не знаю. Я не знаю. Что? Вести себя так, что ли. Как? Вот так вот, грубо, нахамил. Нахамил? Обиделся? Сходи поплачь в свои кабинеты. Хорошо. Вот иди поплачь. Вот из-за таких вот людей банк попадает в интернет без грамоты. Вот из-за таких вот. Запомните вот это вот лицо. Вот он. Запомните. Вот из-за таких вот лиц попадает в интернет все. Потому что они не знают законов о защите прав потребителей и тому подобного. Потому что для вот этого тела здесь клиент говно. А не клиент. Вот просто говно здесь клиент. Поэтому он так сейчас и относится к клиенту. Да? Так письменный отказ дай. Чего ты тупишься, дядя? Не надо кричать на меня лучше. Успокойтесь. Я сам разберусь, что мне делать. Ведите себя, пожалуйста, корректно. Давно бы уже письменный отказ дал бы, я бы уже ушел. Я же вам сказал. Что ты сказал? Я ничего не слышал. Я не расслышал. Как не расслышал? Да вот так вот, не расслышал. Не слышал ничего. Вы обратились ко мне. В устной форме, да? Письменный будь добр, как вы отказали. Я его устно. По закону. По закону. Письменный только отказывают. Они устно. Что тут тоже кинули, да? Письменное заявление. Ты кто? Письменный мальчик. Ну, ты иди работай с клиентами. Перейдите, пожалуйста. Не встревай разговор взрослых людей. Кстати, сейчас еще оформят тебя за сумму правства. Заявление поступит на тебя, понял? За то, что запрещаешь видеосъемку в общественных местах. В обслуживании. Я бы хотел, наверное, молодой человек, который пришел сейчас в банк, построил скандал. Когда снимает в видеосъем, ключи требует за счет принятия мелочи. То, что ему говорят о том, что мер еще иностранные государства не принимаются. Соответственно, с нашим внутренним распорядком дня. Он продолжает гуянить, продолжает расслаблять, продолжает, наверное, требовать. Он не ведет интеллекту, который не ходит. Все сказал, да? Все сказал. А теперь, на основании чего ты пытаешься меня отказать и что я требую от тебя? Ты скажи человеку так. Во-первых, давайте не ты, а вы. Я сам разберусь. Вот с этого, наверное, начинается. Я сам разберусь, как мне с этим человеком общаться. А ваши в обязанности не входят норовоучениями заниматься. Понятно? Хорошо? Услышали друг друга? Значит, молодой человек подошел в банк с просьбой принять мелочи на странное государство, в частности, евро монеты. Мы были отказаны, в связи с тем, что есть нормативные документы, на основании которых мелочи на странное государство мы не принимаем. Молодой человек требует письменного отказа. Не нервничай, дядя. И с этим было сказано о том, что... Запишите, пожалуйста. Не нервничай. Ты сейчас сердечко остановишься. Запишите, пожалуйста, письменно. Претензию вашу? Письменно претензию об отказе в качестве обслуживания клиента. На каком основании вы отказываете в приеме национальных платежей? На основании внутренних документов. Это ваши внутренние документы. Есть закон. Статья. Номер закона. Не кричите. Во-вторых... Потому что ты вынудил уже. Дожил до седых волос, а мозгов не набрался еще. Да, ситуация оскорбилась. Оскорбился? Вызывай сотрудников полиции, пиши заявление. Хорошо. Не, ну хорошо. А еще, кстати, запрещает видеосъемку в общественном месте. Ну, начнем с того, что в банке ведется самостоятельная видеосъемка. И что дальше? И ваша видеосъемка здесь не что-то неуместна. Что? То, что слышали. Я смотрю, у вас... На каком статье оно неуместно? У вас вообще это самое... Что? Со знаниями законов все в порядке? Все в порядке, а у вас? У меня, да. Ну-ка. В каких местах у нас запрещена видеосъемка? А? Вот вы, допустим, меня снимаете, я не давал согласия на это. Дома будешь запрещать. Да ты что? А сейчас ты на работе. Да ты что? Да ты что? И находишься в общественном месте. Угу. Угу. Ну, она законов у вас страдает. Не страдает, она как раз-таки наоборот повышается. Да. Малышин, я предлагаю вам сесть за стол написать. А я предлагаю тебе сейчас просто взять и отжаться 15 раз. Требования. Слабо? Заявление о том, что вы хотите поменять монеты. Тебе слабо? Что значит тебе слабо, Владащенко? То есть значит? Что значит тебе слабо? Отжаться 15 раз. Прекращайте оскорблять группы. Оскорбился? Иди сходи поплачь у себя вон там в кабинете. Сходи поплачь. То, что не уйдешь, это некорректно. А ты занимаешься норовоучением. Я пытаюсь вас призвать к порядку. А что это? А что значит я занимаю, это как его? Оскорбляю его. Что значит оскорбляю? Каким образом он оскорбился? Как его его оскорбил? Во-первых. Что? Вы обращаетесь к человеку вдвое старше. И что дальше? А то, что он больше меня топтает в землю, это еще не значит, что я должен к нему на вы обращаться. Да вы что? Да вы что? И то, что он дожил до седых волос, это не значит, что я должен к нему на вы обращаться. Да вы что? Что он мне запрещает по закону, к нему обращаться на ты? Уважение? Уважение? А ты заслужил уважение клиента? Почему? Ты уважение клиента заслужил? Почему вы считаете, что нет? Я никак не могу это понять. Поскольку ты сейчас нарушаешь закон Российской Федерации, запрещаешь видеосъемку в общественном месте, это раз, не перебивая клиента, не перебивая клиента, это уже как неуважительно клиенту, это уже неуважительно клиенту, ты его перебиваешь. Как ты дожился до вот этого должности, как ты ее нас собирал-то? Вы можете общаться на полтона ниже. Потому что он перебивает клиента. Все равно, мы общайтесь на полтона ниже. А я сам разберусь. Ты будешь заниматься норовоучениями, что ли? Ты вообще представься. Буду заниматься. Статья 12.1. Отчастно детективной деятельности. Угу. Что? Угу. Ты обязан представиться гражданину. И удостоверение показать свое. Кому надо я покажу. Кому надо? Так ты достань интернет-то, почитай, хоть что там написано, хоть ознакомься. Если ты хоть грамотный и знаешь законы Российской Федерации. Особенно свои частные детективные деятельности. Статью 12.1. Если ты ее когда-нибудь вообще в принципе открывал. Ну так что? Мне просто на кого жаловаться-то? В Росгвардию-то? О том, что он не знает законы Российской Федерации. На кого? Ну было объяснено. Дождемся. Кого дождемся-то? А ты их вызвал? Он начал. По вашей просьбе могу это сделать. Ну и что они сделают? Что делают? Что? Ничего не делают. Ты не будь балаболом-то хоть, а? Я вам... Вот честно, когда выйдет видеоролик про насвязь банка, он опустится, как, я не знаю, ниже плинтуса. И все из-за тебя будет. Я объяснил вам. Из-за таких безграмотных сотрудников, как ты. Которые не знают законы Российской Федерации, перебивают клиента, когда к нему обращается клиент. Ты почему такой безграмотный-то хоть, а? Напишите на него два Яндекс. ГИС в Яндексе. Ссылочки будут в описании, соответственно, на отзывы этого банка. Пожалуйста, строчите, как можно больше. Молодой, что? Вам реально делать нечего? А вам нечего делать, норовоучениями заниматься? Я свою работу делаю. Давайте на выход отсюда. А? На выход отсюда говорю. А если не выйду? Заставим. Да? Да. А ты в курсе, что есть такая статья о провышении должностных полномочий? Я свою работу делаю. Уголовная статья. Я свою работу делаю. Твоя работа в чем заключается? Заключается в том, что нарушитель передает это. Нарушитель в чем? Вот ты нарушитель. Вот именно, что этот человек сейчас стоит, общается с представителем банка. Клиент, то бишь. Общается? Общается. Общается. И держи дистанцию полтора метра. Это ты должен. Я должен? Да. Я тебе ничего не должен. Я у тебя кредиты не брал. И в долг тоже не брал. Я тоже ничего не должен. А ты должен соблюдать дистанцию полтора метра. И должен представиться гражданину согласно статье 12.1 адеквативной деятельности. Я не сотрудник полиции. Ты чё? Ну да, чё. Лицензированный? Да. Открываем интернет. Ознакомимся с статьей 12.1. Отчастно-детективной деятельности. И представляемся. Вы меня очень любите. Буду. Не надо. Если ты безграмотный. У меня всё есть. Я не спрашиваю, что у тебя есть. Я всё знаю. Ну, раз ты не знаешь статье 12.1, значит ты и не знаешь. Нет, послушай тебя. Теперь послушай. Тебе реально делать нечего. А тебе реально норовоучениями заниматься сейчас? В твои обязанности это входит? Как сотрудник ОЧОП? Что? Заниматься норовоучениями. Что? Ещё раз. Шлем сними. Ещё раз скажи. Шлем сними. Услышишь. Да уже три раза повторил тебе это. Давай ещё раз повтори. А что будет? Повтори меня, не слышу. Ну, уши чистить надо с утра, значит. Буду. В следующий раз. Хорошо? Ну, кто это у нас? Арис. Вот тоже обращаю. Это запоминаем интелиться. Пишем тоже в ихнюю службу, что у них безграмотные сотрудники. Запоминайте нас. Которые не знают закона. Причём, кстати, они даже сделать-то ничего не могут. Что здесь стоят? Пальцем тронуть не может. Потому что это превышение должностных полномочий. За это предусмотрена статья уголовная. Ним остаётся только прожевать и проглотить. А ещё прославиться в интернете. Чтоб узнали знакомые, близкие, друзья, соседи. Да как найти-то ролик? Тебе соседи скинут. Или друзья? Которые соседи. Друзья скинут. Скинут. Скажи, как найти-то. Мне тоже интересно. Что же, дальше, кого найти-то? Ты же выкладываешь интернет? Выкладываю. Отдаю в редакцию, а она потом выкладывает. Давай сделаем так тогда. Ты сейчас громче говоришь о том, что ты мне откажешь от обслуживания, и я ухожу. Молодой человек, вы уже никуда не пойдёте, потому что я вызвал наряд милиции. И я, наверное, привлеку вас к тому безобразию, который вы совершаете здесь. Я вам не отказываю от проведения операции. Мы не совершаем данные операции. Я вам об этом говорю уже 30 минут. Вы не хотите меня слышать. Не хотите слышать? Не надо. А кто меня будет сейчас задерживать? Сейчас я задержу вас. Да, смотри. Подождите, не уходите. Куда же? Смотри. Оп. Еще говорят они, любят своих клиентов. Каким образом вы их любите-то? Вызывай на них сотрудников ЧОПа у сотрудников полиции. Таким образом любите клиентов, да? На, пошла на улицу пока. Вот, кстати, нарушение сотрудников ЧОП. 12 метров должно быть от здания-то. Курить должен. Дядя, законы соблюдай. Дядя, законы соблюдай. 12 метров отойди от здания-то. Ты прям при входом куришь. Или для тебя закон вообще не писан? Надо, кстати, сфотографировать там, что он курит. Прямо на входе. И написать на него заявление. На нарушение общественного порядка. Позвоним сейчас и оставим жалобу на сотрудника ЧОПа. Ой. Здравствуйте. О, заработал. Возьмите в компанию АРИС. Охранная компания АРИС. Добрый день. Здравствуйте. Нахожусь сейчас в городе Санкт-Петербург. Невский проспект, дом 90-92. Приехали ваши сотрудники, ЧОПовцы. Один из них нарушает закон Российской Федерации. Курит в общественном месте. Не отходит от общественного места 12 метров от здания. Так еще раз, адрес, скажите, пожалуйста. Невский, 90-92. Могу вам продиктовать номер машины, на которой они приехали. Да, пожалуйста, продиктуйте информацию, сейчас продадим. Так, сейчас скажу. Ларгус, Валентин, 495. Ольга, Валентин, 198-й регион. Один из них, дядечка полненький, курит в общественном месте. Находится дверь прямо перед ним. А он не отходит от 12 метров от этой двери. Тем самым нарушает закон Российской Федерации. У вас они все такие безграмотные? Смотрите, мы данную информацию сейчас передадим руководству. Далее уже с сотрудником будет разговор проведен. А теперь смотрите. Спасибо за то, что вы видите. Запись будет еще опубликована в соцсети интернет с вашими сотрудниками. Какие они безграмотные и не знают законы Российской Федерации. В том числе статью 12.1 о частной детективной деятельности. Они не представляются гражданам Российской Федерации. При обращении. Я вас поняла. А вы скажите, пожалуйста, ваш номер телефона мы указываем как контакт? Да. Как вас зовут? Меня зовут Кирилл. Кирилл. А вы являетесь каким-то сотрудником или просто... Я являюсь клиентом банка, на который они сейчас приехали. А ваши сотрудники безграмотные. Попросите их подучить законы всех. Особенно статью 12.1. Хорошо, спасибо за информацию. Всего доброго. До свидания. До свидания. Короче, ребят, приблизительно где-то жду уже около часа, наверное, да? Как вызвал промсвязь банк сотрудников полиции. Но сотрудники полиции центрального района что-то не торопятся. Вот так у нас работают сотрудники полиции в центральном районе. Ну что, пойдем спросим у него еще раз, когда они приедут. В общем, передайте этому садовласому. Пока. Сотрудников полиции я ждать не буду. Они очень долго едут. У нас быстрее человека изнасилуют, прежде чем они приедут. Либо убьют его. В общем, вот так тут, ребят. Прождал я около часа. Час прождал сотрудников полиции, которых на меня вызвали. В итоге сотрудники полиции так и не приехали. Потому что 76-й отдел, это позорный отдел 76-й. Если вы меня слышите, вы позорный отдел. Так и знаете. Вы позоришь же. Вы не умеете служить для граждан Российской Федерации. Вы только, скорее всего, наверное, работаете. Поэтому, ну, а я могу сказать, что... Да, действительно. Я не знал о том, что банк не принимает железные монеты. Да, это мое упущение. Я об этом не знал. Проконсультировался с нужным человеком. И он мне сказал, что да, действительно, банки не принимают их. Вот так вот вот. А вот, кстати, можете еще оставить жалобу. Вот на эту вот машинку. Госномер Мария 530. Ольга Роман. 67-й регион. О том, что он нарушает правила дорожного движения. Здравствуйте. Возьмите новую компанию «Арис». Здравствуйте. У меня по компании «Арис». Здравствуйте. Здравствуйте. А вы не могли подсказать? У вас сотрудники ЧОП знают правила дорожного движения? Конечно, знают. Знают? А я вот знаю, что они его не знают. Я сейчас нахожусь в городе Санкт-Петербурге, на Невском проспекте. И ваш корыто стоит на проезжей части, где парковаться запрещено. Госномер данного корыто Мария 530, Ольга Роман, 67-й регион. Сотрудники где-то только выдержки или где? Да где без разницы. У них спецсигналов нет. Он не имеет права парковаться на проезжей части, где это запрещено. Хорошо, я передам начальникам. Вот, короче, ребят, ни в коем случае не звоните по этому номеру телефона. 8-931-390-60. Подписывайтесь на канал, ребят. Я Ковлев Лайф. Жмите на колокольчик. Палец вверх. Комментарии внизу. Кто хочет поддержать канал, тоже внизу. Ну и все, в принципе. Всем удачи, всем пока. И соблюдайте законы Российской Федерации. Субтитры сделал DimaTorzok